Слова «уйти» по-английски получают новое содержание. Британия так хотела покинуть Евросоюз, что до сих пор не может решить, как это сделать. Уйти не прощаясь или даже хлопнув дверью. Это может обойтись слишком дорого. Прийти к хорошему соглашению с Брюсселем слишком сложно. Британцы обсуждают даже новый референдум по Брекситу. Так, может, они вообще не уйдут? В английских сложностях разбиралась Светлана Чернецкая. Со дня референдума по Брекситу прошло уже больше двух лет. А споры по поводу остаться или уйти из ЕС все еще продолжаются. И все громче звучат призывы о втором референдуме. Вот как проголосовала страна в прошлый раз. Англия и Уэльс за Брексит, Шотландия и Северная Ирландия против. Давайте посмотрим, изменилось ли мнение жителей за этот период. Робин, как и большинство шотландцев, голосовала против Брексита. Ей 20 и свое будущее она видит в европейской семье. По сути, мнение Шотландии никто не учитывает. Целый регион проголосовал за то, чтобы остаться в ЕС. Но мы вынуждены покинуть Европу против нашей воли. Прошло два года, и Робин только укрепилась в своем мнении. Говорит, уже понятно, что переговоры по выходу из ЕС идут со скрипом. Да и вообще складывается впечатление, что в результате Брексита Британия больше потеряет, чем обретет. Брексит значительно ограничит мои возможности как студента и музыканта в плане учиться и путешествовать по Европе. Именно поэтому Робин очень надеется на второй референдум по Брекситу. Девушка уверена, многие брекситеры изменили свою позицию. Пип, как и большинство жителей Уайлса, убежденный брекситер. Считает, что Британия слишком зависима от Евросоюза. У меня впечатление, что это уже превращается в диктатуру со стороны ЕС. И мое мнение, что нам надо вернуть контроль и самим править своей страной. Хотя при этом Пип один из тех, по кому разрыв с ЕС ударит больнее всего. Он фермер. И сейчас британские фермеры получают очень приличные субсидии из Европы. Они составляют около трети их заработка. И понятно, что после Брексита никакой денежной помощи больше не будет. Да, нас ждет несколько тяжелых лет. Наверное, британцев немного ввели в заблуждение перед первым референдумом, когда описывали светлое будущее. Но все же нам нужно довести Брексит до конца. К большому разочарованию Робин из Шотландии, Пип даже на личные финансовые потери готов пойти ради Брексита. И понятно, что новый референдум считает необоснованным. Мол, результат будет таким же. Эмили, как и большинство северных ирландцев, против Брексита. Сейчас она живет в Брюсселе, работает в Европейском экологическом бюро и видит, как ЕС позитивно влияет на Британию. Я думаю, мы должны остаться в Европе, потому что ЕС очень серьезно защищает социальные права людей и окружающую среду. И если мы останемся в Евросоюзе, то сможем еще больше развиваться в этих направлениях. Кроме того, Эмили не готова терять свои европейские привилегии, поэтому подала документы на бельгийское гражданство. Я хочу оставаться жителем ЕС, и чтобы у меня остались те же права, что и до Брексита. Я очень переживаю за британскую молодежь, у которой не будет таких же возможностей, как у меня, переехать и работать в другой стране. Поэтому для Эмили второй референдум – единственная надежда остановить Брексит. Англичанин Ричард два года назад голосовал «за». Он финансист и считает, что в его сфере Евросоюз устанавливает слишком много правил. Я уверен, что в плане экономики ЕС, естественно, сторонник протекционизма. А фундаментальные причины, по которым я голосовал за Брексит – это политическая философия и идеология Великобритании против Евросоюза. И сейчас Ричард обеспокоен ходом переговоров по Брекситу. Уж слишком много неопределенности. Те причины, по которым я голосовал за Брексит, не изменились. И не думаю, что изменятся. Идея нового референдума Ричарду, конечно, не нравится, поскольку это нивелирует результаты первого. Но все же сторонников второго голосования к радости ирландки Эмили и шотландки Робин становится все больше. Люди должны высказать свое мнение, когда мы получим соглашение с ЕС. Также в случае, если договориться не удастся. Ну и по поводу того, чтобы остаться в ЕС. За второй референдум выступают либеральные демократы. Этот вариант рассматривают и лейбористы. А значит, даже парламент все больше склоняется к проведению голосования. Но вот назначить референдум может только один человек. Исключительно премьер-министр. А Тереза Мэй непоколебима. И неоднократно заявляла, дороги назад нет. И Брекситу быть. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности недели. Телеканал Интер.